Ну что? 3, 2, 1. Встреча-интервью в рамках проекта «Баланс на шпильках». И хотела я сегодня пообщаться с Инной, пригласила ее к нам в гости, чтобы задать несколько вопросов. Всегда интересно живое общение, всегда интересно просто спросить у человека и о его результатах, и о том, как он пришел. Вот поэтому, в принципе, это видео мы стали и записывать. Надеюсь, что вам тоже понравится, и вы будете такие выпуски смотреть. Ну что, привет! Привет! Расскажи немножко о себе вообще, вот кто ты, чем занимаешься, что была? Держи! Родилась в Симферополе, живу в Симферополе с рождения. Люблю физические занятия. А чем занимаешься? В отличие какая? Бухгалтер. Бухгалтер, да. Бухгалтер. Люблю считать. Везу на циферки. Это вообще сидячая работа. И в связи с тем, что работа сидячая, мне всегда хотелось каким-то заниматься спортом. И вот я живу, я помимо сидячей работы, еще везде стараюсь где-то чем-то заниматься активно. Вот. Я буду задавать вопросы, чтобы ты не сразу все рассказывала. Будет вопрос-ответ у нас. Скажи, Инна, как ты вообще узнала о проекте «Баланс на шпильках»? Откуда? И вот это подробнее. Я узнала от тебя, когда пришла на тренировку и услышала, что ты хочешь запустить такой проект «Баланс на шпильках». И мне стало интересно, потому что я хотела что-то поменять в себе. Где-то уменьшить, где-то подтянуть, где-то улучшить. И мне этот проект очень заинтересовал. То есть получается, что по факту ты уже тренировалась в какой-то степени немножечко, в любительском таком плане. Но при этом понимала, что чего-то не хватает для того, чтобы стать еще стройнее. И тебя это привлекло к этому проекту. Слушай, а вот интересно, этот же проект он в основном в онлайне. То есть это не вживую где-то там приходить, встречаться. Были ли какие-то у тебя, может быть, страхи, сомнения? Все-таки это онлайн-проект и так далее. И если были, то какие? Расскажи. Вот все как есть. Так, но у меня не было страхов. Я вообще бесстрашная. Все новое, мне все интересно, все любопытно. Поэтому, когда я услышала, что это даже онлайн, мне наоборот как-то это заинтересовало, это попробовать на себе. Как это, что мне это даст, что это, что это вообще такое. Поэтому мне не было страшно, я же мне очень, я же говорю, заинтересовало. Я поняла. А скажи, до того, как ты с этим проектом познакомилась вообще, ты пробовала уже какие-либо, может быть, там способы построенеть помимо тренировок? Диеты какие-то, попытки были? Если были, то какие? Расскажи. Ну, я помимо спорта, в принципе, диет никаких не придерживалась. Единственное, вот я же говорю, у меня был момент, мне там подсказали какие-то подружки, что можно делать разгрузочные дни на кефире. Я вот раз в неделю помню, я с утра и до самого вечера был этот кефир мучительный, да. Ну, я выпивала, да, я продерживалась все сутки на кефире, но эффекта, вот сколько, я, наверное, недели 4, да, вот где-то я так на этом кефире пыталась что-то изменить, улучшить. Но эффекта не было вообще никакого, в принципе, даже ни сантиметра, ни килограмма, ничего ниоткуда не ушло. И ты расстраивалась? Ну, естественно, мне это не нравилось, потому что я понимала, что я целый день себя мучаю одним кефиром, и эффекта, я же говорю, ноль. Поэтому мне это не нравилось никак. Слушай, у меня созрел еще один вопрос, у меня не было его в списке, но он созрел. Скажи, пожалуйста, вот курс закончился, да, он закончился где-то там 3-4 дня назад. Я знаю, что по-разному люди вообще в курсы заходят, они бывают, когда на волне со всеми вместе, все хорошо, кайфово, движемся, как только заканчивается контроль, а в курсе же был определенный, да, контроль. Как потом, вот ощущение у тебя растерянности, что, боже, что делать дальше, как я буду без куратора, да, или все-таки есть ощущение самостоятельности? Вот это тоже интересно узнать от тебя. Ну, наверное, растерянности нет, мы уже получили очень много знаний, уже можем эти знания применять непросто, и поэтому, наверное, растерянности нет, а уже как-то понимаешь, это, во-первых, вошло в привычку все, то есть ты уже понимаешь, что утром ты должна встать и сделать вот это, вот это, вот это, но никак не иначе, это уже как-то выработано просто, ты уже идешь там, набираешь воду, стакан и так далее, и тому подобное. Поэтому это уже выработанная привычка, я думаю, что она уже никуда не денется, и опять же, ну, как бы, с учетом того, что результаты есть, результаты радуют, и как-то их потерять, ну, явно не хочется, хочется еще лучше, добиться чего-то еще более такого, то есть совершенству нет предела, правильно? Поэтому надо что-то делать дальше. У меня, кстати, задали вопрос, будет ли вторая часть потом, для тех, кто закончил первую, вторая уже, представляешь, то есть люди выходят с курса с ощущением, что им нравится, и они хотят дальше, они хотят дальше работать именно в таком режиме и при такой энергетике. Нету смс аквайбер, нету, нету смс аквайбер, не пишут больше. Хотела еще спросить, что ты бы порекомендовала, может, какой-то у тебя есть совет, да, тем, кто еще думает, вот люди, которые наблюдают за результатами, там, сидят в чате или где-то в разных соцсетях, и думают пойти, не пойти, что ты посоветуешь этим людям, вот, искренне от себя от души? Ну, я считаю, что надо идти однозначно, если вы приняли решение что-то в себе поменять, как-то себя улучшить, как-то что-то для себя открыть новое, то однозначно надо брать и делать это, а не так, что, а вдруг, а вот надо все пробовать, и уже попробовав, вы поймете, что вы не ошиблись с выбором и останетесь довольны результатом. Давайте посмотрим на результат Инны, вот видите на картинке, что в течение 4 недель курса баланс на шпильках, а длится он 5 недель, ей удалось сбросить 3 килограмма веса, 4 сантиметра объема талии, ушло 2 сантиметра объема бедер и ушло по 4 сантиметра объема каждой ноги. Объем или обхват, кому как удобнее. Замеры были сделаны с разницей в месяц, то есть первая фотография у нас 3 декабря, вторая фотография 3 января, а далее самые замечательные и самые сногсшибательные такие результаты курса баланс на шпильках, то что спустя окончание курса продолжают девушки стройнять. Посмотрите, прошел еще месяц после окончания курса и суммарно участница потеряла 2 килограмма в весе, еще 2 сантиметра в объеме, в обхвате талии, стали уже бедра на 2 сантиметра и еще уже на 2 сантиметра обхват каждой ноги. Вот здесь очень явно видно на этих фотографиях, как стройнеют участницы курса баланс на шпильках. С каждым днем мы постепенно уменьшаем лишние наши запасы. Причем это не стрейф для организма, это совершенно спокойно, организм решает сам, как и когда ему сбрасывать. Мы специально, кстати, создавали такой небольшой блокнотик, где записывали каждую неделю изменения в наших сантиметрах. Давайте посмотрим, что происходило у Инны. Смотрите, явно видно, что ее телу комфортно и безопасно. Одну неделю сбрасывать объемы, другую неделю их закреплять. Потом еще одну неделю опять сбрасывать объемы и опять их закреплять. За что я этот курс люблю и почему я им горжусь, потому что здесь мы двигаемся без стресса для организма. И вот смотрите, мы видим за 7 недель, то есть это курс, плюс еще после его окончания, прошедшее время, у Инны под грудью ушло минус 7 сантиметров. Объем ниже пупка, вот эта наша проблемная зона у большинства женщин, минус 4 сантиметра. И объем каждого бедра уменьшился на 5 сантиметров. Это сногсшибательные результаты, причем Инна продолжает и продолжает дальше стройнеть спокойным темпом к своему желаемому результату. Ну что, хочу вам сказать, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если вам понравилось видео и реальные живые результаты. И следите за новостями, потому что на канале, на Инстаграм-канале, на Ютуб-канале и ВКонтакте постоянно идут обновления, информация полезная для людей, которые следят за своей фигурой и действительно хотят быть не просто там стройными за счет какой-то жертвы, да, пожертвовать, например, своим спокойствием, да, психоэмоциональным, лишь бы только быть худышкой и смотреть, как другие кушают, кусать всех от новостей. Вот, чтобы вот было в балансе, чтобы вы и по-женски были довольны, и при этом были красивыми и стройными. Все, чтобы было гармонично. Поэтому этот курс называется «Баланс», и поэтому на наших каналах всегда идет дополнительная полезная информация. Пользуйтесь ею на здоровье. Ну, а если решили прийти в курс, всегда вам рады. Всех любим, целуем. Пока! Ты куда, кстати, смотришь? На себя или сюда? Нет, я стараюсь дырочку смотреть. Ну, все, нарезка ляпов у нас уже тоже есть.